Доброе время суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. А я сейчас такая зьерошная и красная, потому что я загорала, нет, я не лежала и загорала, я с кисточкой, с валиком на ступеньках, там мне надо было выкрашивать, подкрашивать, заканчиваю, завершаю. Посмотрите, вот эта красота также ждет своей олейки, олейки славы, красоты, и вот эта красота ждет, в общем, все ждет, все-все-все ждет, просыпается, открывается, делюсь новыми покупками, ну вот такая сетка, мне не хватило, купила еще, чтобы подвешивать цветы. Вот такой вот аппарат а-ля кофе в постель, на самом деле это для того, чтобы мои дорогие, мои дорогие гости могли выпить хороший кофе, замечательный кофе. И, конечно же, беседочку подвязываю, виноградик уже подвязала, видите, как тень падает, вот, эта часть подвязана, теперь у меня осталась вот та часть, видите, где тень еще не падает, и там будет мягкая мебель, которую я буду красить, мой муж вот ее перенес, и вот, вы как раз видите, рабочий процесс, он переносит стол в итальянском стиле для покраски в белый цвет, ручной работы, стол шикарный, старинный, будем делать все, потому что итальянский дворик должен соответствовать итальянскому дворику. Итак, я отвечаю на вопросы, которые мне задали, тревожные, так скажем, тревожные, там есть вопросы по отдыху, это наличку, все, пишем наличку и найду время, отвечу, напишу, все, только наличку, все вот эти личные вопросы, все наличку, по отдыху, по приеду в гости и прочие-прочие вещи. А вот по поводу души вашей, по поводу того, чтобы поделиться, как я и что я, и девочка одна, как говорю я, ангелочек с подбитым крылышком написала, я отвечу. И еще пару ангелочек, которые также требуют внимания. Я это все объединила в одно письмо, как бы аудиописьмо, и обратилась к Богу с молитвой, как всегда. Там мне писали, что вы что, секта? Я вас умоляю, пожалуйста, те, кто ищет секту, ищите в другом месте. У меня нет никакой секты, ничего абсолютно. Я говорю то, что я думаю, что меня спрашивают, я отвечаю на вопросы. Итак, в Святом Писании я открыла, и Господь мне дал такой ответ. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 20, там написано. Итак, по плодам их узнаете их. Вот такая фраза. Если вам что-то это говорит. Итак, по плодам их узнаете их. Написала девушка, что ее по работе одна женщина просто, просто бесконечно обсуждает, осуждает, критикует. И это письмо не буду зачитывать, потому что там называется и кафе, в котором девушка работает, и город, и так далее. Попросили это не афишировать. Так вот, я призываю вас внимательно анализировать, каким результатом приводят ваши мысли, слова и поступки. Вот эти плоды вашей жизни. Смотрите также на плоды не только своей жизни, но и на плоды в жизни окружающих вас людей. Но не для того, чтобы осуждать и критиковать их, а чтобы проверить, действительно ли они те, за кого себя выдают. Поэтому я всегда смотрю на свои плоды. Я анализирую и записываю год назад, неделю назад, пять лет назад, вне Бога, в Боге. Когда не было у меня Слова Божье 20 лет назад, даже больше. И когда Слово Божье у меня в доме появилось. Что происходило с того момента, как каждый день я стала провозглашать фразы из Слова Божьего. Что не происходило. Я провожу этот анализ. Я вижу результат. Вот это один из способов распознать духов и уберечь себя от беды. Когда вы смотрите на свои плоды и плоды в жизни окружающих. Но не для того, чтобы критиковать ни в коем случае. А для того, чтобы сделать выводы и проверить. Проверить. Те или не те они. Большинство из нас не раз сталкивались с обманом. И с предательством. Как вы написали. Все. Мне кажется, каждый. Потому что в мире существует ложь. В мире существует предательство. Этот мир грешен. Этот мир грешный мир. Мы думаем, что хорошо знаем того или иного человека. Но затем выясняется, что это было неверное впечатление. Вот этот печальный опыт. Он для кого-то он печальный. Да. Он сначала как бы опечаливает. Но с другой стороны. Он может научить нас не обращать внимания на то, что говорят люди. А смотреть на плоды в их жизни. Человек может казаться религиозным и цитировать наизусть целые главы из Библии. Но если он груб, жаден, эгоистичен, он не тот, за кого себя выдает. Просто не тот. И если он нетерпелив. Меня спрашивают недавно. Зачем вы читаете вслух книги, аудиокниги? Послушайте. Когда-то один ангелочек, который со мной до сих пор, интернет-сестренка, попросила меня писать все, что я делаю каждый день. Об этом меня не только она попросила, но и другие присоединились. И стали говорить, как вы успеваете? Рассказывайте, что вы делаете каждый день. Так вот, я все успеваю, у меня есть время почитать. Но читаю я всегда вслух. И тут я решила, почему я вслух читаю себе? Включу-ка я камеру и прочитаю на камеру. Потому что я все равно себе читаю. Хочу перечитать этот рассказ в очередной раз. И прочитала его вслух. У меня много таких рассказов и историй, которые я читаю. Читаю не только себе, но и вам. Посмотрите, у меня есть плейлист под названием «Рассказы истории». Зайдите туда, и вы много чего интересного еще услышите. Даже просто, когда делаете, занимаетесь чем-то дома. Включаете, и таким образом вам не надо напрягать зрение. Вы слушаете именно те книги, которые я читаю, которые мне интересны. Для меня очень важно быть настоящей верующей. Я хочу, чтобы моя жизнь подтверждала то, что я говорю о себе. В этом плане я стараюсь. Стараюсь. Очень сложно жить в мире, вы сами это знаете, и стараться быть верующей. Потому что быть верующей – это целый, целый, скажем так, ряд, которые нужно выполнять, обязанностей, ряд обязанностей. Быть верующим человеком сложно, очень сложно. Еще вера ведь – это не только сказали вы, я верующий, а что в этом такого? Нет. Быть верующим – это выполнять то, что от вас хочет Всевышний. А вы скажете, что хочет Всевышний? А вот это вы узнаете из Слова Божьего. Первоначально откройте 10 заповедей Моисею на скрижалях, которые он написал, а потом еще, которые он дал Христу. И вы все поймете. И вот те, что он дал Христу, он сказал, их теперь выполнять первыми, первыми, превыше всего. А потом те все дальше. Ну вот так вот он решил. И вот так могу поделиться вот то, что я делаю. Я думаю, что и вы тоже самого хотите, что и я. Я стараюсь каждый день анализировать свои слова и поступки. Нет смысла смотреть на плоды других людей, если вы не исследуете свои собственные плоды. Достаточно ли я терпелива, например? Охотно ли я делюсь с другими тем, что у меня есть? Забочусь ли я о людях? Готова ли пойти на какие-либо жертвы ради них? Насколько быстро я проявляю послушание Святому Духу? Насколько я благодарный человек? Благодарю ли я те руки или того человека, с которого я питаюсь и духовно, и физически? Благодарю ли я своего, скажем так, начальника по работе? Благодарю ли я тех людей, которые помогают мне жить в этой, в этом скверном, скажем так, в грешном мире? Вот такие вещи. Потребитель ли я? Созидатель ли я или разрушитель? Бывает, что потребитель человек. Что такое потребитель? Он только знает, как потреблять. Он, допустим, заходит на те сайты, где может получить, еще туда и плюнет, и уйдет. Вместо того, чтобы какое-то сердечко отправить, какую-то свою любовь благословить как-то человека. Нет, нет, мало того, получит информейшн, и еще и плюнет, и уйдет. Вот это опасно. Это опасно не для меня, нет, я прощаю, я терпеливо к этому отношусь, с привычкой уже. А я даже тренирую себя таким образом. А я говорю, такие люди у меня не проникают обычно, я их в корзину, в корзину, в корзину, для того, чтобы они не мучили вас, не мучили других, не засоряли своей грязью канал. Еще, когда они плюют, эта слюна, она ведь нарастает, и большим комом потом на них же и падает. В духовном плане они просто не понимают, почему, и спрашивают, за что, Боже. А вспомните, как вы зашли к чужому человеку на канал, которого вы даже не знаете, и, не стесняясь, взяли, написали грязь на этого человека. Мне как-то написали недавно, давно ли ты такая праведная стала? Это я так интонацию включаю, примерно, чтобы вы чувствовали. Они же не так сказали, давно ли ты такая праведная стала? Нет. Давно ли ты так? Нет. Нет. В рождении мы все праведные. Вот только родился ребеночек до пяти, до семи, до шести лет, когда еще он не научился в этом грешном мире врать, он праведный. И с рождения праведные мы все, но потом что-то происходит, и мы неправедные. Мы и сейчас неправедные, я не могу и сейчас сказать, что я праведный. Я стараюсь, лишь стараюсь изо всех сил. Как это у меня получается? Судить не мне, судить Всевышнему. На все воля Бога. Если мы не будем регулярно исследовать свои мысли и дела, мы можем впасть в заблуждение и выдавать себя не за тех, кем являемся на самом деле. Это очень важно. Давид просил Бога испытать его. А Павел, Павел велел Коринфянам проверять и испытывать себя, чтобы убедиться в том, что они действительно держатся верой и приносят достойные этой верой плоды. Вот так написано в Псалоп 25, стих 2 и 2 послание Коринфянам, глава 13, стих 5 по 6. Давайте испытывать и анализировать свои поступки и просить, просить Бога отсечь неприносищие плода привычки. Отсечь вот эти вот как ветки виноградника, которые я только что отсекала, ненужные. Отсечь вот эти вот поступки, которые не дают нам плод. Плод. Понимаете? Не приносят плод привычки. У нас должен быть плод в хороших привычках. Вот привычка не курить, вот привычка не материться, вот привычка правильно питаться, вот привычка улыбаться людям и говорить им приятные вещи, вот привычка благословлять людей, это привычка. Не привычка осуждать, не привычка зло о людях говорить, не привычка курить, не привычка, а привычки вот такие. должны быть. Положительные привычки, чтобы сохранить наше духовное здоровье. Это очень важно. Тогда будет и физическое здоровье. Именно так придуман наш организм. Старайтесь каждый день размышлять о плодах, которые вы приносите. Вот такой мой ответ вам. И все будет тогда замечательно. А я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Пошла дальше подвязывать виноград. Вот эту часть. Чтобы полностью вот так покрыть тенью. А я люблю вас. Пока-пока.